Мы собрались сегодня, здесь, недалеко от оперного театра, в нашем таком знаковом и любимом месте, собрались артисты, руководители, работники, технические, постановочные части всех одесских театров, чтобы оказать поддержку нашим военным и для того, чтобы показать нашим коллегам в России, что мы сюда никого не звали, что нас не нужно ни от кого защищать. Мы хотим, чтобы они посмотрели в наши глаза, чтобы увидели ту боль, которая сегодня в них есть, когда стреляют в наших детей, в наших родителей. Моему отцу 86 лет. Он пережил в детстве трагедию Великой Отечественной войны. И сегодня он должен ночевать в подвале, он должен волноваться за нас, за внуков. Это ужасно. Если мы сегодня говорим о том, что они, вернее, говорят о том, что они нас от чего-то спасают, от фашизма, а сами стреляют в Бабий Яр, о чем сегодня можно с ними разговаривать. Сегодня можно только их призывать, смотреть им в глаза и требовать, чтобы они прекратили эту ужасную кровопролитную войну. Шановные одесситы, коллектив одесского национального академического театра оперы-табалета, славетный театр, известный во всем мире, приеден и наши работники стали до лав национальной территориальной обороны города. Это артисты-оркестра, артисты-хор, технические противники, артисты-солисты нашей оперы. Мы агрессию России не разделяем. Россия прочь от Одессы, прочь от Украины. Мы, Одесса выстояла, мы выстоим. Слава героям Украины. Я обращаюсь к тем, кто еще может мыслить. У как бы боящего света есть ум, разум, я не знаю. Особенно я обращаюсь к тем, кто пишет в личку, мы не хотим войны, мы поддержим вас. Пожалуйста, если вы сегодня на своих местах, где бы вы ни были, не донесете правду, если вы не сделаете все, что от вас зависит, я не знаю, как вы будете смотреть в глаза своим детям, своим внукам. Я не знаю, как вы обратитесь к памяти своих предков, своих прадедов. Я не знаю, люди искусства и культуры обращаются к вам. Я не знаю, о чем вы после войны, этой жестокой войны, которая идет сейчас в Украине, о чем вы будете ставить свои спектакли, о чем вы будете играть, какие человеческие ценности у вас останутся. В Украине идет война, борьбят города, наши дети сидят в бомбоубежище, наши старики не могут спуститься туда. Прекратите это, донесите правду, сделайте хоть что-нибудь. Мы стоим здесь сейчас за будущее наших детей. Постойте же и вы за будущее своих детей. Я обращаюсь, ребята, к вам, россиянам, с которыми я учился в Дальневосточном институте искусства. Вы помните меня и знаете, я Виктор Радов. Я обращаюсь к тем ребятам, с которыми я работал на съемочных площадках и на сценах театра. Остановите войну. Сделайте все, чтобы остановить ваш кровавый фашистский режим. Они пришли освобождать нас. Отчего они освобождают? Нашу свободную, нашу миролюбивую страну, наш солнечный город. От бандеровцев. Это воспаленное воображение ваших кретинов, руководителей. Этого маразматика-психопата, который бросил, как пушечное мясо 20-летних пацанов, на войну с Украиной. Вы знаете, сколько трупов ваших ребят, голодных, несчастных, лежит сейчас на нашей украинской земле? Вы знаете, сколько городов русскоязычных разрушено, развалено? Сколько жены детей, сколько стариков убиты сейчас? Ребята, я прошу вас, делайте все, чтобы остановить эту войну. Сделайте все, чтобы уничтожить ваш кровавый российский фашистский режим. Он разрушает не только нашу страну, он разрушает вашу страну. Вам дальше жить. Можно я еще скажу? Я хочу обратиться к моим однокурсникам, с которыми я училась с 2000 по 2005 год, в театральном институте имени Бориса Васильевича Щукина. Мы с вами попали в такой тогда тяжелый момент. Мы с вами пережили гибель Курска, мы с вами пережили взрыв на метро Пушкинское, мы с вами пережили бомбежку в Чечне, мирных домов. И как, о чем мы тогда с вами говорили, вспомните, о чем мы говорили, как мы все пришли в 8 утра, и каждый молился о том, что, слава Богу, я не ехал в метро Пушкинское. Вы вспомните, о чем, как мы были вместе, о чем мы говорили, как мы мечтали, какие спектакли мы будем делать. Ребята, это не шутки, донесите, идет война. Как допустили вообще до этого? Пожалуйста, я вас очень прошу, не пишите. Особенно те, которые сочувствуют, прекратите сочувствовать, начните что-нибудь делать. Проснитесь уже в конце концов. Мы представители театра «Начайный» Одесса, я директор театра Александра Онищенко. Что вам сказать? Я пытаюсь быть максимально кратким. Те из вас, кто уже высказали свою позицию, вы ведь все уже знаете, я очень благодарен им. Кто не высказал свою позицию, Бог вам судья. Спасибо, освобождать нас больше не надо. До свидания. Ребят, ну я там иногда пишу видео, я не знаю, как обращаться, потому что я понимаю, что вам всем там тоже страшно. Автозаки, наверное, страшнее ядерной войны, наверное. Наш театр играет спектакли на русском языке. У нас всего лишь один спектакль на украинском. Как-то нас никто не притеснял. Я преподаю в Одесском театральном художественном колледже, у меня студенты играют этюды на русском и на украинском без проблем абсолютно. Скажите своим детям, пусть домой возвращаются. Не надо нас всех. Слава Украине! Друзья, мы театральная школа из Одессы. Театральная школа – уникальная школа, которая в нашей Украине замечательная. Одна единственная государственная, одна державная. Мы учим детей правде, потому что театр и сцена – это прежде всего правда. Сегодня мы узнали, что театральная общественность здесь на фоне нашего красавца Огронова, который сегодня просто как в каком-то кошмарном сне находится в противотанковых ежах. Мы хотим, я даже не знаю, к кому обращаться и услышать ли нас там, но мы хотим сказать, что эти дети отстоят эту страну. И она непобедима. Нельзя победить народ. Мы хотим подякувать и усим нашим воинам, нашей славной ЗСУ, всем волонтерам, всем, кто сейчас считает себя украинцем и помогает отстоять, помогает отбить эту вражескую навалу. Кроме всего прочего, вот наша школа инициировала такой флешмоб, который идет под хэштегом «Россия, где ваш Путин?». Понимаете, мы каждый день видим рядом с собой, рядом с украинским народом наших политиков, наших журналистов, наших замечательных, известных, популярных людей, наших звезд, они вместе с нами. Мы не видим супер-пупер главного командующего России, у них сидит там в пункере в Кремле, поэтому призываю всех одесситов записать ему личное обращение и сказать россиянам «Россия, где ваш Путин?». Немножко хочется его расшевелить, но не переживайте. Все будет добро, все будет Украина, мы переможем его. Слава Украине! Героям слава! Здравствуйте, не друзья в соседнем государстве. Я фотограф, очень много лет в Одессе, фамилия Бухман, Борис. И хочу вам сказать, что я дожился до такого времени, что с начала Второй мировой войны немцы звонят еврею спастись от русских. Вдумайтесь в это, что мои внуки будут в Румынии сейчас от бомбежек спасаться. Думайте об этом. Вы все здесь, и мои коллеги тоже, реально снимите, реально снимайте, что у вас делается. Поверьте мне, что здесь ваши войска никто не ждет. Они здесь никому не нужны. Я вам хочу сказать, что здесь только гибнут ваших солдат, которые должны защищать вас, а не нас. Нас защитит наши вооруженные силы. И поверьте мне, что мы стоим здесь насмерть. Каждый гражданин любой национальности, а у нас сейчас все украинцы, будут стоять здесь насмерть. За каждый клочок нашей земли. Слава Украине! Коллеги, друзья, Одесские театралы. Белгород, Курск, Калуга, Саранск, Ульяновск, Тольятти, Омск, Якутск, Магадан, Санкт-Петербург, Москва и многие другие города. Возможно, там меня еще помнят. Вы хорошо знакомы с вами, друзья. Мы с вами хорошо знакомы. Мы с вами сидели в одних зрительных залах и за одним столом. Вы ходили на одну сцену и на одну съемочную площадку. Вы всегда улыбались при слове «Одесса». Вы всегда радостно слушали одесские анекдоты. Вы пели хором со мной песню «Шаланды полные тифали». Вы в захлебство обсуждали со мной сериал «Ликвидация». У нас все было хорошо. И я всегда искренне приглашал вас в гости в Одессу до 2013 года. После страшных и трагических событий 2014 года я перестал приглашать вас в Одессу. Я знал, что вам здесь будут не рады. Но я еще надеялся. Я надеялся, что здравый смысл, разум и добро восторжествуют. Но пришел 2022 год. Этот год становится на моих глазах точкой полного невозврата. В этот год на нашу украинскую землю пришли ваши соотечественники. Пришли без приглашения. Пришли с оружием в руках. Они взрывают, они разрушают, они жгут, они стреляют. Они стреляют не в бандеровцев, они стреляют не в укронацистов, не в украфашистов. Они стреляют не в продажных политиков. Они стреляют в нас, в нормальных мирных украинцев. Они стреляют в наших стариков, в наших детей. Наши дети и старики плачут и просыпаются от звука сирен, воздушной тревоги, от взрывов, от выстрелов. Наши родственники, наши друзья из разных уголков Украины присылают нам тревожные известия о разрушениях, о жертвах. Мы все это знаем не из официальных теленовостей. Мы все это знаем из собственного опыта. Мы все это видим собственными глазами. Мы получаем информацию от людей, которым мы доверяем на 100%. Это точка невозврата. И самое главное, что здесь стреляют не только нас. Сейчас здесь, на украинской земле, стреляют в русских мальчиков, в русских мужиков. И счет жертв россиян на украинской земле сейчас уже идет не на десятки. Он идет на сотни и тысячи. И это ужасно. Это точка невозврата. Театр, в котором я когда-то прослужил 25 лет, сейчас отказался от слова «русский» в своем названии. Прославленный Киевский театр «Лесь и украинки», в котором когда-то начинали Тирилл Лавров, Павел Успекаев, Олег Борисов, сегодня отказался от слова «русский» в своем названии. Уже погибли тысячи, но есть еще надежда спасти огромное количество жизней. Для этого мы мало что можем сделать, но я лично могу выйти сейчас на центральную площадь, на центральную улицу нашей Одессы и громко сказать «нет войне». И я призываю всех моих друзей, которые меня помнят, сделать то же самое, громко и во всеуслышание сказать «нет войне». Сегодня здесь, в центре Одессы, собрались артисты, руководители, работников цехов всех одесских театров, чтобы сказать несколько очень важных сегодня слов. Мы обращаемся в первую очередь к тем российским солдатам, которые стоят в Украине. Одним очень таким емким словом украинским – «Гейдз Украины». Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам. Посмотрите нам в глаза, посмотрите, как мы верим в себя, верим в нашу страну. Мы хотим вам сказать, нас не нужно ни от кого освобождать. Нам не нужна сегодня ваша помощь, в кавычках. Мы очень просим забрать своих солдат с Украины. Мы обращаемся к нашим коллегам, которые многие знают нас в лицо, с которыми мы много общались, которые работали на площадках, на сценах наших театров, которые воспринимали аплодисменты украинцев очень радостно. А сегодня ваши дети стреляют в нас, в наших детей, в наших отцов. Посмотрите еще раз нам в глаза и поверьте нам, что мы не нуждаемся в вашей помощи. Мы живем в независимой стране и не боимся выйти на улицу, говорить правду. Мы смотрим огромное количество каналов телевидения. Если вы не верите нам, не уважаете нас, то поберегите своих детей, которые сегодня погибают ни за что. Погибают потому, что кому-то льстят его имперские интересы. Наши коллеги, пожалуйста, выходите на митинги. Выражайте нам поддержку, потому что мы сегодня нуждаемся в ней. Мы хотим, чтобы вы помогли нам остановить эту войну, а не наше оружие. Посмотрите еще раз нам в глаза, закройте свои глаза и посмотрите и подумайте, что сегодня кто-то из вас может взять ружье и стрелять в нас. Неужели это вообще возможно? Мы любим нашу страну, мы защитим нашу страну. Не сомневайтесь в этом. Слава Украине! Слава! Слава!